Привет всем любителям компьютерных игр, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я хочу сделать такой небольшой подкастик, что ли, поговорить про будущее компьютерных, ну и наверное консольных игр, я правда больше по компьютерным, в России и Беларуси в связи вот с войной и прочим. Потому что, ну например, понятно, что мой канал посвящен пошаговым стратегиям и вроде как Фераксис уже разрабатывает где-то там Циву 7, в любом случае какие-то анонсы мне кажется скоро будут, узнаем Цива 7 или это какая-то побочная ветвь на движке 6, то что это точно цивилизация они объявили, непонятно просто какая конкретно. Так вот, дело в том, что после начала войны издатель цивилизации 2K убрал абсолютно все свои тайтлы, то есть все свои игры, возможность покупать их в России и в Беларуси. Та же самая цивилизация, все цивилизации, которые там есть в Стиме, 6, 5, 4, 3, по-моему, да, вы их не можете купить в России и Беларуси вообще никак, написано, что товар недоступен для вашего региона. И так тоже касается, ну, я бы сказал, многих других, и Humankind, например, тоже невозможно купить. Вот из стратегий, из крупных издателей, по-моему, только Paradox не убрал свои игры, потому что они шведы, шведы вообще, они даже в НАТО не факт, что еще встают. Ну, обычно шведы просто такие, ну, во всяком случае, раньше были несколько нейтральны ко всему этому. Так вот, в первую очередь, давайте, потому что мне надоело читать вот этот бред от русских, что это нацизм и... Что ж вы так наказываете, как будто игры тут на что-то влияют, никто никого не наказывает. В первую очередь, это делают те компании из тех стран, которые ввели санкции против России. Ну, и там прицепчиком Беларусь тоже заодно идет. На самом деле, против Беларуси особо санкций нет, но так как Беларусь всегда такая терра инкогнитость, не терра инкогнитость, а белое пятно на карте, то есть у нас многих представительств фирм нету никаких там и так далее, то это просто заодно вместе. Так вот, в связи с санкциями, компании просто посчитали, что вести бизнес в России конкретно для них будет слишком напряжено. То есть, во-первых, как выводить деньги, когда это все перекрыто? Я знаю, что какие-то иностранные фирмы продолжают работать, например, та же американская какая-то, я забыл, как называется, компания, но которая вот Холлс продает, Диролл, еще там какие-то печенья Орео. Вот они продолжают, например, в России работать и их даже некоторые в некоторых европейских странах начинают за это саботировать, типа вы поддерживаете. Но у меня вопрос реально, как они выводят средства тогда? Ну, там все-таки большая продуктовая компания, это такие средства, то есть они, видимо, как-то находят выход. А издатели игр, это что-то маленькое, то есть, ну, относительно маленькое по отношению к другим сферам деятельности. Понятно, что 2K это большая компания, там всякие, да, Ubisoft, кстати, тоже ничего не продает в России. И, кстати, тоже отмечу, что тут не поможет ни VPN, ничего, это все зависит от вашей карточки, то есть от вашей, ну, с которой вы оплачиваете покупку. То есть, чтобы в России, например, купить, вам надо реально VPN сделать и, например, завести казахскую карточку. И вы будете тогда у вас, ваш профиль станет казахским, вот так Steam определяет, именно по карточке банка, через которую вы оплачиваете покупку. И будет считаться, что вы из Казахстана, казах, если возьмете себе еще имя какое-нибудь, там, Турсунбек, например, вообще будет огонек, и сможете купить игру. То есть только таким образом, слава богу, не требует паспорт сканировать. Но в самой России с российской карточкой это невозможно. И еще раз объясняю, это никакой не нацизм и не ущемление прав русских. А из-за санкций, потому что, ну, бизнес, он, знаете, он мало смотрит, как бы не было жалко украинцам, но он мало смотрит на справедливость, несправедливость войны. Это все бизнес, это бабки. Тем более, когда там большие корпорации, в которых решают советы директоров, там какое-то единое решение. Так вот, ради бабок бы они продолжали этим заниматься. Но, видимо, их отделы маркетинга, не знаю, бухгалтера сели, посчитали, что выгода от продолжения работы в России не соизмерима с проблемами, которые это продолжение работы принесет. И все, и они перекрыли таким образом. Так вот, к чему это ведет дальше? Раз вы игру не продаете в России, то нету смысла делать локализацию на русский язык и нету смысла ее рекламировать как-либо. Первое означает, что игры начнут выходить без русской локализации, очевидно. Уже некоторые ласточки на это есть, я на 99% уверен, что в седьмой цивилизации не будет русского языка, например. Возможно, будет украинский. А еще будет круто, если они Россию заменят на Киевскую Русь. Вообще, тогда полыхать будет у русских патриотов, любителей пошаговых стратегий. Просто до небес тогда с украинским языком и Киевской Русью вместо России. Так вот, русского языка точно в этой игре не будет, как мне кажется. И уже много проектов, которые выходят без русской локализации. Да, я не думаю, что игроки останутся без русской локализации, будут делать это пиратством. Там, вот я видел, уже собирали на озвучку Хогвартса, по-моему, Хогвартс Легаси, собирали деньги, собрали. По-моему, даже уже вышла эта озвучка. Я просто не фанат этой игры. Просто слежу за тем, что происходит. Но, вы понимаете, что это все неофициально получается. То есть, во-первых, с продаж игр в России не идут никакие налоги, раз она не продается в России. То есть, пиратство, да, вы все равно скачали эту игру, поиграли. Сама компания не получила никаких денег. Ну и бюджет России не получил никаких денег. И он не пошел на создание опять ракет, танков и на продолжение этой войны. Дальше создатели локализации не получают деньги от разработчиков игры. Возможно, какие-то игры будут собирать вот так вот донатами, чтобы озвучить. Но, в принципе, эти суммы будут меньше, чем платили бы издатели и разработчики, чтобы официально это было озвучено. То есть, переводчики и актеры начинают получать тоже меньше денег. И, соответственно, тоже меньше платить налогов. Это все влияет. Это какой-то там, не знаю, 0,001% естественно от бюджета России. Но все равно это есть. Есть эти люди, которые этой работой занимались. Которые это делали. Они, в некотором смысле, остаются без средств. Я думаю, актеры найдут, чем заняться в России. Тем более, сейчас требуется делать патриотический контент. Я думаю, их припахают. Будут работать. Но вот такая часть заработка, как локализация иностранных игр, уйдет в прошлое. Не знаю, вы, наверное, можете мне написать, что будет опять импортозамещение. Ну, как бы и так были русские игры. Типа, ну, их невозможно начать делать больше. Просто какие-то... Вот вопрос, смогут ли эти русские игры выходить на международный рынок. Вот это вопрос. Тоже не факт. Абсолютно не факт, что их будут пускать. Но локализация, я уверен, что она будет делаться пиратским способом. Но и создатели этой локализации будут меньше получать, чем официально. И, соответственно, и налогов от продаж игры, и от создания этой локализации в бюджет России будет поступать не так много. Второй момент – это реклама самих игр. И, собственно, в последние, наверное, десяток лет основным это было именно стримы, видеообзоры. Ну, то есть, на чем мой, например, канал держится, да. И я уже понимаю, что 2K, нету смысла, например, со мной связываться и с любым русскоговорящим видеоблогером, делающим видео по играм, чтобы дать ему версию седьмой цивилизации. То есть, все русскоговорящие блогеры будут сами покупать себе ссылку, ну, или пиратски скачивать и только так ее вам показывать. То есть, никаких обзоров заранее не будет, ничего подобного. И это касается всех игр, которые не выходят на российском рынке. Вот, собственно, за последние полтора года единственные, кто это парадокс остались, которые реально присылают пресс-материалы какие-то. С амплитюдами, ну, с амплитюдами, которые Humankind, у меня просто контакты сами по себе есть, потому что я с ними общался еще задолго до выхода Humankind. Понимаете, это ж не зря я ездил потом в студию, записывал голос, да, то есть, отдельно, вот мы отдельно общаемся, когда есть такие старые знакомые. Поэтому они, я думаю, будут что-то присылать, несмотря ни на что, несмотря на то, что не выходит ничего. А вот остальные какие-то стратегии, вот я думаю, Frostpunk 2, например, это делает польская студия. Мне почему-то кажется, что они не будут делать локализацию. Я не знаю, я так думаю. Значит, соответственно, и никаких пресс-релизов для русскоговорящих блогеров не будет. Вот интересно, как они будут поступать дальше с Украиной и Казахстаном, например, потому что все-таки русская локализация делалась, исходя из того, что она будет и в Белоруссии, и в Украине играться, и в Казахстане. Возможно, даже в странах Балтии кто-то ее использовал. Хотя, мне кажется, в странах Балтии уже больше английский понимают, чем русский, особенно молодежь. Ну, тем не менее. Вот будут ли делаться в играх украинская и казахская локализация? Будут ли для этих языков? Не знаю, может, напишите. Казахи особенно меня интересуют. Может, уже делаются? Я без понятия так говорю, как будто ее не... Но я так не видел. Или, возможно, для вас какие-то тюркские языки, может, турецкий вам понятен. Понятен. Вроде же казахский это из тюркской группы. Что-то такое. Но... То есть это в некотором смысле в плюс как раз этим странам, если начнут делать локализации. Для них, то есть получат работу их переводчики и актеры. Что, возможно, это в плюс. Но в плане продвижения контента, да, то есть в плане рекламы игры, получается, русскоязычные создатели видео по играм будут общаться с литовским философом Сососом Бибой. И он им объяснит, где им теперь брать игры. То есть, ну, либо пиратское скачивать, либо покупать за собственные деньги. И тут даже больше не жалко денег, а то, что не получится заранее знакомиться с игрой, придется вместе со всеми. И не будет, не будет, ну, как-то актуальности, что ли, видео. Когда и так все познакомились, знаете, а тут выходит видео, типа, кому это, кому это вообще надо. Ну, и, в общем-то, я за последний год чувствую, что очень многие... Ну, то есть, я же общаюсь, как вот, грубо говоря, с издателями в России, которые издавали на рынок СНГ игры. Я с ними общаюсь, они говорят, нет, вот эти перестали с нами работать, вот эти перестали с нами работать. Так что, ничего впереди хорошего в плане создания официальных выпусков игр. Россию и Беларусь, по моему мнению, не ждет. Я понимаю, что большинству из вас, наверное, вообще, типа, на это насрать. Мы скачаем пиратку, мы дождемся пиратского перевода. Ну, разве вас не волнует, что вот весь мир там начинает играть, а вы ждете сначала кряка, что, очевидно, там с DMC может дофига игр выходить, потом ждете еще перевода этой игры. Все уже поиграли, а тут прошел месяц. Ну, и да, вы скажете, так они оттестируют для нас, там выйдут патчи, ну, на пиратку ж не ставятся автоматом патчи, как это в Steam. Ну, то есть, возвращаются времена вот этого, не знаю, игрового сообщества начала нулевых. Кстати, я настолько старый, что я начинал играть, например, когда еще не было пиратских переводов. То есть, мне приходилось во все игры играть на английском, просто потому что, в принципе, там не было интернета, не было переводов. Поэтому я, например, нормально к этому отношусь. Вот будет возможность у нового поколения россиян, кстати, познакомиться с иностранными языками получше. И, может, это даже кому-то в плюс пойдет. Так что я это прекрасно помню, как это все было. И в первую Циву на английском играл, и в Диггера, и в Формулу-1, и что там еще только не было. И в Марио, я уже молчу, все картриджи, да, на Денди на английском были. Так что в этом ничего нового, так сказать. Ну, зато Россия встает с колен, наконец-то. Станем жить лучше, веселее, и импортозаместим все любое. Главное, чтобы вот величие свое было пока. А что там игры, что там, господи? Кому нужны-то игрушки? Что ты вот взрослый мужик, все в игрушки играешься? Нет, вот займись делом, там, напади на какую-нибудь страну, убей кого-нибудь. Вот это настоящее мужское дело, я считаю. А в пошаговой стратегии кому это надо? Ну, надеюсь, я вам будущее игровой индустрии для России более-менее описал. То есть просто будьте готовы, что в ближайшем будущем все новые игры будут выходить без русской локализации. И вообще никак на этот рынок ориентироваться. И, соответственно, ваши любимые видеоблогеры будут с задержкой показывать новинки и с задержкой же о них и рассказывать. Ваше мнение по этому поводу пишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо, что посмотрели. Играйте в умные игры. Живе Беларусь! Слава Украине! Всем пока!